Когда мужчина наезжает на свою жену, оскорбляет её и даже бьёт, это всё он делает не со своей женой. На самом деле он бьёт, оскорбляет и высказывает претензии своей маме. Подробно я это показываю на куклах. С 1 апреля мы с вами стартуем. И каждая девочка может попасть на тебя. Твой мужчина обижается на тебя, а ты на него. Обида — это детское чувство. И когда он и она обижаются, получается, они проявляются как дети. И могут ли маленькие дети построить успешные отношения? Нет, конечно. Что делать? Вырастать, взрослеть и учиться не обижаться. Вопрос из телеграм-чата нашего девочки. Таня, мой первый муж умер. Со вторым я развелась. Сейчас в отношениях с новым мужчиной, но он не стремится жить вместе. Поэтому я хочу с ним расстаться, но он не хочет. Заметила ли ты, что у тебя не получилось построить отношения ни с одним из твоих мужчин? Быть вдовой, к сожалению, тоже означает не смочь построить отношения. И этому есть объяснение. На продолжительность жизни мужчины влияют две женщины. Это мама и жена. В чем связь и как научиться построить отношения с мужчиной, мы проходим на марафоне под названием «Любовь». С 1 апреля ежегодно. Нас учили в школе физики, математики, но нигде, даже в институте не учили психологии построения отношений в паре. Возможно, пришло время учиться, прежде чем съезжаться с новым мужчиной или расставаться с ним. Продолжение следует...